Два из трех крупнейших заводов пекарей на Ктобе повысили цены на социальный хлеб. Теперь его стоимость не меньше 82 тенье за булку. Крупнейшие сети супермаркетов, имеющие свои пекарни, цены на хлеб пока держат в узде. Как отмечается, о возможном увеличении цены местные аграрии заговорили уже в начале осени, когда стало ясно, что этот год будет неурожайным. В некоторых районах области было собрано всего по 5,5 центнера с гектара. Соответственно, выросла цена на зерно и муку. В администрации региона уже сообщили, что будет рассматривать вопрос дотации крупным пекарням, чтобы сдержать дальнейший рост цен. На сегодняшний день по городу Ахтуби действуют три крупные производителя хлеба. Это Ахтубинан, Рамазан и Атамикенан. Ахтубинан отпускает хлеб по цене 80 тенге. А Рамазан с 15 октября текущего года отпускает по 82 тенге. То есть Рамазан повысил цену на 2 тенге, получается. До этого по 80 тенге отпускало. А Атамикенан с 17 октября текущего года, то есть со вчерашнего дня, поднял цену на 2 тенге, отпускную цену. То есть в данный момент, на сегодняшний день Атамикен отпускает по 80 тенге хлеба. Горожане в общем недовольны повышением цен на основной продукт потребления. Хлеб был и остается незаменимым продуктом в доме. По словам Ахтубинцев, за ценообразованием хлеба необходим контроль. И ответственность в этом возлагается на государственные органы. Хотя некоторые склонны считать, что в сложившейся ситуации виновны главные пекари города. Дескать, имел место ценовой сговор. Пенсия же маленькая. Ну вот, например, мы, вот уже мне 80 лет, я не думала, что в Казахстане на хлеб повысит цену. Но это неправильно, так же, как вот с этими автобусами. А что мы можем сделать? Да, в общем-то, нет, расходы идут же. Жизнь такая какая. И мы выращивать тяжелее стало. Плюс непогода, плюс то. Как вы думаете, кто ответственен за подорожание хлеба? И вообще стоит ли контролировать цены на социальный хлеб? Вообще-то стоит, конечно. Мы живем в какой стране? Казахстан, страна хлеба и так далее, и тому подобное. Так что желательно местные органы давать указания. Напомним, на этой неделе ответственный секретарь МСХ Марат Аразаев заявил, что цены на социальный хлеб в Казахстане меняться не будут. Для этого государство принимает необходимые меры. Правительство мониторит и регулирует цены на хлеб, сказал он. Каким образом будет субсидироваться государством крупнейшие игроки хлебного рынка Актобе? И нужна ли вообще денежная поддержка местным пекарям? Представители городской власти не сообщили. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Александр誠арного интернете.